МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уходящая неделя выдалась жаркой, и я не имею в виду высокую температуру воздуха. Буквально за несколько дней от Амбаева лишили статуса экс-президента. Тем временем в его владениях Койташе развернулся целый штаб из его сторонников. В эфире информационно-аналитическая программа «Джума Баян». Каждую субботу мы, журналисты телеканала Нью-ТВ, подводим итоги прошедших 7 дней. С вами Руслан Харизов, и вот те темы, о которых поговорим сегодня более подробно. В четверг наступил день Икс. Депутаты лишили экс-президента Амбаева неприкосновенности. За решение проголосовали 103 депутата из 109 зарегистрированных. Бывший президент готов держать оборону. На территории его дома в селе Койташ организован целый штаб из его сторонников. Трайбализм, как оружие в руках политиков, не поддаваться провокациям и быть сплоченными во время накаленной ситуации в стране. Активисты о последних событиях в Кыргызстане. Депутаты Джогурку Кенеша ушли в свой положенный отпуск. Но перед этим, буквально в последний день работы, почти единогласным решением лишили Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. Это поистине можно назвать историческим событием независимого Кыргызстана. Такого еще не было. Напомню, что одним из законопроектов, одобренных парламентом, стал документ, прописывающий механизм снятия неприкосновенности с экс-президентов. Несмотря на то, что президент Джейнбеков подписал этот закон в середине мая, депутаты начали активно с ним работать лишь после того, как Атамбаев назвал парламент сопливым во время митинга перед своими сторонниками. И в итоге им понадобилось всего-то около двух недель, чтобы лишить Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Депутаты 13 июня раскритиковали Атамбаева за его высказывание, а после создали комиссию по вопросу о снятии с него неприкосновенности. Уже 20 июня комиссия подготовила свое заключение и направила его в Генеральную прокуратуру. Главный надзорный орган ответил 24 июня и поддержал пять из шести обвинений, выдвинутых депутатами. А уже 27 июня проголосовали за лишение Атамбаева неприкосновенности. Вот так вот буквально за одну неделю все было решено и разложено, казалось бы, по полочкам. С обзором этого вопроса Перезад Бакытова. Пятый вопрос на повестке дня парламента ожидали все – сами депутаты и журналисты. К его обсуждению, которое пришлось в обеденное время, подтянулись все народные избранники. Выступил генпрокурор с тем же заключением, которое зачитал накануне в комитете. Суть его речи – из шести обвинений специальной комиссии прокуратура поддержала пять. Фактов, что было политическое гонение во время правления Атамбаева, генпрокурор не нашел. Однако в оставшихся пяти пунктах нашел признаки особо тяжких преступлений, точнее – коррупции. Одним из доказательств причастности бывшего президента к незаконному освобождению воров в законе Батукаева, Курбек Джамшитов назвал письмо экс-вице-премьер-министра Атаханова. Собранные доказательства здесь не подлежат огласке, поэтому обвинению экс-президента Атамбаева есть признаки преступления по статье 319 «Коррупция». У меня есть показания от самого Азиза Батукаева, который сообщил, что был факт предварительного сговора с Атамбаевым. Правда, потом прокурор сообщил, что оговорился, и вместо Батукаева у него имелось в виду письмо Атаханова. Своё презрение к словам генпрокурора высказала оппозиционно настроенная депутатка Рамушкина и призвала привлечь к ответственности членов преступной группы, которую якобы создал бывший президент. В одной команде с ним работала вся группа СДПК, фракция СДПК, то есть тогда были депутаты. В одной команде с ним работали Торагаджу Гуркукинаша Аслабек Дженбеков, тогда был ещё премьер-министр Сорумбан Дженбеков. Значит, и ТЭЦ ратифицировалась здесь. Я считаю, что братья Дженбековы должны нести полную уголовную ответственность тогда как соучастники. Сейчас идёт следствие, и там разбираются. Уважаемая Ирина Юрьевна, мы всю работу проводим в соответствии с законом. Ещё одно обвинение в адрес Атамбаева – это его участок в селе Койташ. По данным прокуратуры, его площадь составляет 3 гектара. По словам Атамбаева, у него 2,5 гектара. Как на заседании отметил депутат Баймуратов, его стоимость – 33 миллиона сомов. Какая площадь участка в Койташи? Заплачены ли деньги за участок? Вы проверяете, откуда поступали 33 миллиона сомов за участок? Сейчас с этим вопросом разбирается счётная палата. Он всегда говорил, что купил простой участок, но не ясно, каким образом этот участок он приватизировал. Там было незавершённое здание профилактория. Сейчас Атамбаев занимает более 3 гектаров, и ранее установленный каркас профилактория был снесён. Мы говорим о том, что в этом вопросе есть признаки преступлений. Да, мы проверяем. Как стало известно, Албек Абраимов платил частями и постепенно. По поводу легализации незаконных денег. Согласно заключению генерального прокурора, во время расследования декларации экс-президента Атамбаева, выяснилось, что гражданин Пархати перечислил по факту сделку в компанию Хуайси на определённую сумму за компанию Форум. Джамшитов утверждает, что было доказано, что вся собственность осталась во владении Атамбаева. Что там за дело с Пархати? Простой народ должен знать, как он стал мультимиллионером. Как они покупали уголь по 36 долларов, а продавали по 56. Все говорят о том, что за 6 лет не было у нас демократии. А сажались все неудобные. История расставит всё на свои места. Если бы не авария на ТЭЦ, то мы бы и этого не узнали. Есть свидетели по данному делу, что сделки проводились фиктивно. Мы же знаем, что всё реально во владении Атамбаева. Мы сейчас это всё расследуем. Мы опираемся только на доказательства и выносим решения. Откуда вообще этот Атсубихи Пархати? Он родился в Кыргызстане, потом жил в Казахстане. Сейчас он в Карабалте. Что касается сделок, то там доказано основное. Отдельные парламентарии были расстроены тем, что генпрокурор не нашёл фактов политических гонений и узурпации власти. По первому обвинению, иски против СМИ, политиков, активистов, почему не поддержано обвинение? Мы вообще должны отличать Атамбаева от простого преступника. Покупка угля – это одно, а вот вмешательство во всей ветви власти – другое. Надо было дать правовую оценку, а вы со всем этим согласились. Ну, по первому пункту точку не поставили на самом деле. Сегодня в едином реестре преступлений и проступков было зарегистрировано дело. Возможно, будет доказана вина во вмешательстве. Пока мы не привлечём к ответственности судей, следователей и оперов, которые работают по закону, то у нас не будет справедливости. Было громкое обвинение моих коллег с этой высокой трибуны, Омурбека Тикибаева, Аиды Солянова и Алмамбета Шахматова, что они в офшорной компании, в офшорной зоне в компании имели долю в Белизе. И по телевидении показывали, как Алмазбек Шашенович, бывший экс-президент, принял Сигизбаева и посмотрел этот документ, за все показания показал по телевидению и сказал, если не будет факт и не подтверждён, то Сигизбаев понесёт ответственность. И сегодня что? Пшик, фальсификация, ничего не подтвердился, и никто за это не несёт ответственность. Депутат Ахалбек Джапаров акцентировал внимание на неэффективности работы экс-президента Алмазбека Атамбаева. Атамбаев и его окружение выстроили неформальный механизм управления государством, который заменил установленный законом формат формирования и принятия государственных решений. При этом в вопросах госуправления лица из окружения Атамбаева выходили за рамки своей функциональной компетенции, а также образовывали сообщества лиц, объединённых по принципу личной лояльности. Первое. Вследствие умышленного накопления внешнего долга, в том числе для коррупционных ценей, снизился уровень независимости и безопасности страны. И меня, как, наверное, человека, который пришёл с реального сектора, больше всего удивляло то, что премьер-министр, и нынешний, кстати, тоже, хвастаются тем, и хвастались тогда, и при Сапаре Сакове, я помню, это тоже комментировала в парламенте, хвастались тем, что якобы взятые кредиты и гранты – это хорошо. Мы ещё не исследовали коррупцию по дорогам, потому что из 10 миллиардов грантов и кредитов, взятых за 28 лет, 2,5 миллиарда – взятые на дороге. Я думаю, там тоже выйдет очень много интересного. При этом президенте, неважно, при следующем президенте, но молодое поколение политиков, которые придёт, они будут детально, и я думаю, что и я буду в числе их обязательно, будем детально расследовать каждый сом, каждый кредит и грант, полученный нашей страной, неважно при каких правителях. В итоге, по инициативе спикера, вопросы были прекращены, и после трёх часов обсуждения депутаты думали, голосовать ли открыто. Решили, что можно. Итак, парламент за день до летних каникул впервые в истории Центральной Азии лишил неприкосновенности экс-президента и развязал руки правоохранительным органам для возбуждения уголовного дела против Атамбаева. Запроголосовали 103 человека, один воздержался и шестеро против. Перезад Бакытова, Эрмек Раимбеков, Джума Баян. Пока депутаты заседали по поводу лишения Атамбаева статуса экс-президента в селе Койташа, именно на территории дома Алмазбека Шершеновича, развернулся целый штаб. Его сторонники начали потихоньку подтягиваться со всей страны. Они установили возле дома Атамбаева на берегу реки у дороги 4 юрты. Далее туда съехались около десятков садников на лошадях. Они прибыли из нескольких близлежащих к Койташу сёл, чтобы поддержать бывшего президента. По словам одного из садников, они будут охранять территорию близ дома. Всего насчитывалось около 20 наездников. Потом Атамбаев заявил, что будет отстреливаться в случае, если приедут его задерживать. Ситуация вокруг лишения неприкосновенности Алмазбека Атамбаева может дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане. В высказываниях уже бывшего президента явно прослеживаются ноты трайбализма и деления страны на север и юг, считают политологи и аналитики. Так как Атамбаев уже не раз говорил о том, что его поддерживают жители Чуйской области. Такие заявления, естественно, могут раскачать волну протестов и, возможно, даже третью революцию. Но люди устали от политических интриг и хотят стабильности, считают в свою очередь бизнес, сообщество страны. Так, во-первых, данная ситуация в стране отражается на экономике республики и на простых предпринимателях. Мы позоримся перед соседними государствами. У нас практически каждый год происходит какая-то острая политическая ситуация. Это все влияет на нашу экономику. Нам сложно работать в такой обстановке. Но прежде всего нам нужно действовать в рамках разумного и не поддаваться. В ходе круглого стола, который был организован активистами и гражданским сектором с участием политологов и экс-депутатов, участники высказывали и предлагали дальнейшие действия народных активистов в этой ситуации. Я поеду в Джал-Лабад и буду проводить беседы с жителями, чтобы они не поддавались эмоциям и буду призвать их к миру. И чтобы они говорили об этом друг другу. Аксакалы из всех регионов страны тоже должны также проводить беседы. Нам нужен мир. На фоне конфликта между действующей властью и бывшим президентом, отдельные личности пытаются раскачать щепетильную тему региональной принадлежности. Опытные политики играют на тонких нотках трайбализма. И всегда этот вопрос возникает в самой кризисной ситуации. Мне говорят, что я предала профессию, идя в СДПК. Но мне по-прежнему интересны дела по Койташу и ТЭЦ. А вчера в Койташе собирали камни. А еще есть дело о дороге север-юг. История не простит, что Атамбаев поднимает это все. Как дочь юга, как невеста севера. Я считаю, что спокойное будущее нужно для нас всех. Алмазбек Шашенович, вы передали пост. Вы должны ответить перед законом. Асель Союзбековна говорит, что он не простой гражданин. Конечно, он за шесть лет превратил страну в хаос. На последнем заседании парламента перед летними каникулами депутаты не раз подняли вопросы о призывах, которые звучали в селе Койташ. Однако эксперты советуют не горячиться. Ведь вопрос регионального разделения успешно эксплуатируется во время политических баталий и перед выборами. Зародилась эта болезнь во время правления Акаева и превратилась в неизлечимый недуг. Поднимающие сегодня тему разделения на север-юг ставят под угрозу государство и думают лишь о своих личных интересах. Если вы читали монасты, это сколько лет ушло на то, чтобы собрать эту нацию? Собирал все племена, все родовые связи, уничтожил. И сейчас что? В годы независимости? На 30-м году приобретение независимости позволим кому-то уничтожить единство нашего народа? Никак нельзя. Если государство и наш народ позволят таким проявлениям, то вина ложится на них за будущее. Поэтому мы должны пресекать такие сепаратистские, тройболистские действия отдельных политиков на корню, в самом начале зародыша. Потому что этот сепаратизм и тройболизм, это похоже на сорняков, на паразитов. В политической борьбе не приходится выбирать оружие. Главное, чтобы оно было эффективным. Политики преследуют только личные интересы и амбиции. Сегодня много кто использует тройболизм и регионализм. В таких условиях не помогут такие меры, как внедрение предмета в школьную программу или в беседа с отдельными личностями. Нужны конкретные меры, считают эксперты, и они должны быть жесткими. До сегодняшнего дня никто не привлекался к уголовной ответственности за подобного рода призывов. А силы, которые будут на этом стараться выиграть какие-то политические очки, заработать, они всегда были и будут. Почему эта проблема существует? Очень много причин. Это и исторические, это и географические. Мы, видимо, еще не стали классической нацией. Почему? Потому что классическая нация рождается и растет вместе с капиталистическими отношениями. При капитализме мы живем только 30 лет. За 30 лет невозможно стать нацией в полном смысле этого слова. Поэтому все у нас впереди. А что говорит история? Специалисты утверждают, что никогда кыргызский народ не разделялся по региональному происхождению. Да, велось особое родословие, что делалось, наоборот, для более тесной взаимосвязи между племенами и для чистоты крови. Даже в те времена предки кыргызов никогда не делились на север и юг. Наоборот, преодолевали горные вершины, чтобы помочь родным в трудную ситуацию. Очень много изучаю Санджиро и историю по линии региональной принадлежности. Такой вопрос не стоял, даже когда между севером и югом не было дорог и какой-либо связи. Напротив, они помогали друг другу, когда возникал враг, защищались бок о бок. Поэтому географическое разделение поднимает необразованная политическая элита, которая ослепла от денег. К слову, географическое разделение имеется не только в Кыргызстане, но и в самом развитом государстве США и в ряде стран Европы, даже в соседнем Казахстане и России. Однако эта проблема со временем станет лишь искусственной. По мнению экспертов, глобализация сделает свое дело. Обмен не только товарами, но и обмен культурой и человеческих ресурсов. В итоге сотрет границы понимания региональной принадлежности. И в продолжение темы мы пригласили в студию отечественного политолога Табылды Акерова. Табылды Абдраманович, здравствуйте. Спасибо, что уделили нам свое время, пришли в нашу студию. И перейдем сразу к первому вопросу. Насколько серьезно можно воспринимать слова Тамбаева о том, что он будет защищаться, используя оружие? Не приведет ли это к массовым беспорядкам? Сегодня говорит о том, что все это может привести к массовым беспорядкам. Нет оснований, поскольку Джогурху Кенеш снял неприкосновенность с Тамбаева. Я считаю, что это очень правильное решение, поскольку все вот эти вопросы, которые поднимал Джогурху Кенеш, они были очень резонансны в свое время и даже бытности, когда Тамбаев был президентом. Например, проблема с освобождением Батукаева. Общественность требовала, чтобы возбудили уголовное дело и давили до логического конца. И чтобы все знали, кто выпустил или освободил вора в законе Батукаева. И другие вопросы тоже были очень резонансны. И, конечно, до сих пор это муссируется в СМИ. Всегда на повестке дня общественность ждет ответа. Поэтому Джогурху Кенеш, думаю, что принял очень историческое правильное решение. И еще даже в бытности, когда Тамбаев был президентом, хотели ему объявить импичмент. Два раза инициировалась. Первый раз Чулпон Джакупова, потом Умирбек Текибаев. Но не поддержали. Думаю, что сегодня, наверное, пришло время, когда нужно спросить у Атамбаева, как было, какие у него есть доказательства, документы. И не нужно сегодня говорить о том, что вот сняли неприкосновенность Атамбаева и сразу же начнут его арестовывать или задерживать. Конечно, такого не будет. Неприкосновенность снимается для того, чтобы вести следствие. Потому что, поскольку у экс-президента есть такой статус неприкосновенности, то никто, и генпрокурор, и простые сотрудники прокуратуры или других силовых правоохранительных органов, они не могут вести следствие. И Атамбаев мог просто не пойти на следственные мероприятия. Поэтому Джоур Кенгеш снимает неприкосновенность. И сегодня, то есть в последующем, будет именно вести следственные мероприятия. И по результатам, конечно, определят, есть ли вина Атамбаева, есть ли вмешательство его. И потом определят его вину или, наоборот, скажут, что нет его вины. Поэтому пока говорит о том, что сразу же арестовывают, как некоторые говорят или делают, это неправильно. Но факт то, что Джоур Кенгеш принял историческое решение, поскольку это будет уроком для всех наших политиков, особенно для тех, которые хотят быть президентами, рулить государством. Впредь, конечно, не будет таких условий, как у Атамбаева или Акаева или Бакиева. Все дозволенности. Я думаю, что поэтому решение Джоур Кенгеш имеет историческое значение. А вот по вашему мнению, как будет развиваться ситуация дальше? Произойдет ли все так же быстро, как и лишение неприкосновенности? Либо вот уголовные дела, например, как будут вообще сейчас идти следствия? Быстро или как-то затянуто? Ну, конечно, здесь, как говорили очень многие политики, что нужно вести очень тщательную проверку следствия, и чтобы все знали, как ведется следствие или другие мероприятия. Потому что, ну, как бы, тут дает показания человек, который правил страной 6 лет. Поэтому с учетом, конечно, все общественность будет следить за этими мероприятиями. Ну, помимо следственных мероприятий, я думаю, что, наверное, будет ряд очных ставок. Например, вот с экс-вице-премьер-министром Атахановым, да, который говорит о том, что выполнял поручение лично Атамбаева по освобождению Батукаева. Или, например, возможно, даже с экс-министром энергетики Артыкбаевым, который тоже, даже в Джогурху Кенеши, он говорил, что именно выполняли мы поручение Атамбаева по модернизации ТЭЦ. То есть, вот такие мероприятия будут. И, конечно, это займет определенное время, не так, как вот, например, как некоторые хотят, наверное, раскачать вот это, да, что завтра пойдут и арестуют, а там такого не будет, а будет нормальный процесс следствия, очные ставки и так далее. Спасибо вам большое за ответы. А я напомню, что в нашей студии был политолог Табул Деакеров. Мы двигаемся дальше. Вопросы региональной принадлежности играют большую роль при распределении кадров. Как показывает практика, предыдущие главы государства приводили к власти до пяти министров из той же местности, откуда вышли сами. Чего не скажешь о нынешнем президенте. По этому поводу общественные деятели дали свои комментарии. Сегодня, к сожалению, много говорят про тройболизм. Поднимать эту тему в корне неправильно. Сейчас в СМИ, в частности, на отдельных информационных сайтах, пишут, откуда родом то или иное высокопоставленное лицо. Это недопустимо. К примеру, при Акаеве 5-6 министров работали из Кемина. При Бакиеве из Сузакского района были назначены 1-2 министра. При власти Атамбаева на разных высокопоставленных должностях сидели 5-6 выходцев из Чуйской области. Сейчас же нет ни одного чиновника на высоких должностях из Каракульдинского района, откуда родом Сорун Байджейнбеков. К примеру, при Акаеве, при Бакиеве и Атамбаеве должности занимали Осман Акун Ибраимов, Курманбек Усмонов, Курмантай Абдиев, Джусуп Шарипов, Асылбек Джейнбеков, Ханбек Усмон Алиев, Надр Турганбаев, Дюшан Чутонов. Сегодня же страдают от президентства Джейнбекова очень много компетентных и хороших специалистов. Им не дают работать только потому, что они земляки главы государства. Это неправильно, хочу открыто сказать. Необходимо назначать таких, даже если они соседи президента, если они действительно хорошие и знающие свое дело специалисты. Проявления тройболизма видны на каждом шагу. Вред его огромен. Возьмите любой вуз, министерство, банк. В некоторых из них все кадры, вплоть до уборщицы и охранника, подбираются по принципу землячества. У нас получается так. Пришел новый начальник и первым делом объявляет об аттестации или структурных изменениях в своем ведомстве. Избавляется от неземляков и подбирает своих. Хорошо, если это профессионалы высокого класса. Можно отдать все им наотку. Пусть работают во благо. Но ведь так бывает не всегда. С местничеством, синоним тройболизмом мы вроде бы даже и свыклись. Как с обычным, само собой разумеющимся явлением. У нас в ходу вполне официальные термины. Региональная политика, региональные интересы, региональная элита, которые в определенной мере легализуют названные процессы и даже придают им оттенок некой закономерности. Новоявленные вожди племен и родов целых регионов курируют кадровый рост своих сородич и земляков, негативно влияя на состояние кадрового потенциала в целом по стране. Отдельные области Кыргызстана по численности населения сопоставимы с населением только лишь одного района юга страны, или и того меньше. А посмотрите, как они представлены во властных и иных структурах государства. Конечно, абсурдно говорить о математически точном соответствии этих параметров, но какое-то регулирование процесса расстановки кадров должно же быть. Сегодня тройболизм как оружие в руках политиков. Вопрос региональной принадлежности раздут до немыслимых масштабов. Эту щепетильную тему выносят на первый план всегда при возникновении политического кризиса. Эксперты советуют привлекать к уголовной ответственности тех, кто разжигает межрегиональный конфликт. Не поддаваться провокациям и быть сплоченными во время накаленной ситуации в стране. С таким предложением выступили накануне большинство участников «Круглого стола», где собрались видные госдеятели, активисты и просто неравнодушные к судьбе своей родины граждане. Более того, участники встречи предлагают аксакалам из каждого региона проводить беседы с населением и объяснять народу, что в такой момент кыргызстанцам особо важно не делиться на север и юг. Так называемое гражданское собрание соратников экс-президента состоялось в его доме в селе Койташ еще в конце прошлой недели. Точнее, в одной из каменных юрт, расположенном на двух с половиной гектарах земли Алмазбека Тамбаева. По словам присутствующих и самого бывшего главы государства, пришли люди в дом Атамбаева по собственному желанию. Ступая перед ними, бывший президент сказал, что не нуждается в физической защите и за себя постоять он сможет. Последние пару недель ко мне в дом приходят люди. Они говорят, что хотят защитить меня от произвола действующей власти. Я им каждый раз отвечал, не беспокойтесь, я смогу себя защитить, у меня есть оружие. Позже советница Тамбаева разъяснила общественность, что речь идет о наградном оружии и что экс-президент хорошо знает законодательство о его применении. Однако слово не воробей, тем более слова из уст человека такого ранга. Как можно расценивать такое высказывание? Эксперты считают, что это не только безответственно, но может вызвать угрозы общественности. Мальчишиство, это бравада, так не пойдет. Мы служили в Афганистане, мы знаем, когда называть нас пусковой крючок, этого нельзя делать. Это самый крайний случай. И он был руководителем нашим государством, и руководитель такого ранга, такие слова говорят, вообще это неприемлемо. Если он хочет сопротивление оказать, у нас нормально, достойные ребята работают в спецназе. Три секунды его успокоят. Вы знаете, есть понятие реальной угрозы. Если он своим высказываем, своим действием, если возьмут оружие, и это будет представлять реальную угрозу, он же не один живет, рядом соседи есть же, это село же, да, то, конечно, его надо ликвидировать сразу, чтобы не успел применить оружие. Тем временем спецслужбы не спят. В воскресенье стало известно, что Первомайский суд, несмотря на выходной, дал разрешение на выемку документов из коммерческих банков о депозитных счетах и ячейках Атамбаева и его членов семьи. И партия СДПК сообщила об аресте депозитного счета Раиса Атамбаевой. Однако эксперты в недоумении. С чем вызваны такие меры? Если уж проверять деньги Алмазбека Атамбаева, то надо искать и за границей. Сделано, так сказать, вынесено постановление на 25 банках, которые находятся на территории Кыргызстана. А есть ли деньги, я гипотетически говорю, да, если не содержится на территории Кыргызской республики, там, в Швейцарии, допустим, или еще где-то. Если уж браться серьезно, то надо все проверять, да. И причем не все, не только все, но надо всех проверять. Допустим, если уж замахнулись, поставили вопрос об обогащении клана Матраимовых, значит, и здесь такое же должно было быть решение следователя, судебное решение о том, чтобы все эти счета проверить. Мы видим, что этого не произошло. Все эти меры со стороны власти, кажется, вынудили Атамбаева занять оборону в своем доме. Приготовил Атамбаев в своем доме камни, которые спрятал в песке, а охрана плотно окружила его дом. Все ждали дня ИКС, когда парламент выслушает отчет генерального прокурора и проголосует за или против снятия неприкосновенности. После того, как большинство депутатов окончательно проголосовало за снятие неприкосновенности бывшего главы государства, его сторонники решили высказаться через открытый микрофон, проявить крайнюю возмущенность решения нардепов. Высказались Аксакалы, члены полицовета СДПК, женщины, молодежь. Однако собравшихся было не так-то и много. Мы увидели порядка 200 человек, поддерживающих Атамбаева. Много и телемала, судить не нам. Но за временным пресс-центром картина была намного интереснее. Там в нескольких казанах бурлило мясо и готовился плов. Снять этот процесс нам удалось с трудом, так как мужчины с оружием следили за тем, чтобы камеры операторов не были направлены в сторону казанов. Мы не согласны с решением карманного парламента. Если власти направят сюда людей с оружием или боевой техникой, чтобы задержать Алмазбека Атамбаева, мы, простые люди, будем голыми руками держать оборону и не отдадим его незаконному суду. Во время данного интервью нам удалось снять эксклюзивные кадры нашего коллегу одного из местного телеканала. Во время его прямого эфира неизвестный мужчина пытался вывести силы из-за пределы дома Атамбаева. Но из-за всеобщего внимания провокатору, как его называли потом сторонники Атамбаева, удалось скрыться. Сам журналист так и не понял, за что его хотели выдворить из дома. Сначала меня спросили, что ты делаешь. Я сказал, что снимаю прямой эфир. После чего он схватил мои руки и пытался забрать телефон. Он меня силой вывел, но потом члены полицовета снова меня запустили. Члены полицовета вскоре извинились за происшествие и задержали провокатора. Ближе к вечеру Атамбаев вышел к журналистам и его сторонникам и ответил на их вопросы. Как отметил бывший президент, он не признает легитимность действующего главы государства. Я вижу, что люди простые, те, которые за мой счет получили различные чины, вплоть до президентского, те, которые, я так понял, продавали мое имя и заработали, видимо, многое, все сразу отскочили, потому что, видимо, у них не все в ладах совестью и законом. В целом же обстановка в доме Атамбаева была крайне накаленной. Единомышленники заявили, что не отдадут Атамбаева властям и будут стоять до самого победного. И на этом у нас сегодня все. Этот выпуск и другие не менее важные новости можете посмотреть на нашем официальном канале на YouTube NewTVKG. Всего вам самого хорошего. Увидимся уже совсем скоро. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!